Добрый день, дорогие друзья, уважаемые поклонники футбола. Мы рады вас приветствовать на стадионе «Октябрь». Юношеская футбольная лига. UFL1, вашему вниманию, и матч с участием команд Академии Родины и Ростов. Команда 2007 года рождения. Была невероятная жара в столичном регионе. И в какой-то момент на поле градусник показывал плюс 42 по Цельсию. Наверное, вправе в связи с этим мы ожидать более яркого атакующего футбола здесь. И начинается все с первой атаки. Едва гол не случился. Новая атака, но был зафиксирован в сайте. Сейчас мы еще раз видим в повторе проход Саркиса Тверитнева. Заявки на эту игру нет. Продолжает Родина владеть мячом после стандарта. Пантелеев простреливает и находит передачей Аверьянова. Классный прострел Пантелеева, где был только Аверьянов. Пантелеев аккуратнее, аккуратнее. Нужно Тимофея действовать. Удар и какой сейф. Здесь нужен повтор для того, чтобы еще раз насладиться этим броском под мяч. Возвращается еще большее количество игроков Родины ближе к своей штрафной площади. Но Дятлов удерживает мяч у себя под контролем и делает подачу на дальнюю штангу. Совершенно один игрок Ростова бьет. Не забивает, поскольку удар заблокирован. Но будет еще одно добивание мимо цели. Отличный момент. Сейчас имел Ростов. Имели шансы футболисты. С берегов Дона. Впрочем, сейчас ему предоставляются шансы, возможности. Вспомнить, как, конечно, было. Атакует Ростов. И здесь рикошет, рикошет, который приводит к забитому голу. И это Захар Дятлов. Но вот здесь, конечно, абсолютно он может быть доволен индивидуальными действиями Дятлова. Здесь Ростов имеет возможность атаковать. И проходит, проходит с мячом дальше. И простреливает. И в итоге Дятлов здесь оформляет дубль. Васильева здесь опередили. И появился простор у Рассадина. Тот обыграл Сосницкого и уже простреливал на дальнюю штангу. Где с очень близкого расстояния буквально занес в мяч ворота Захар Дятлов. Далеко бросает штрафную. И здесь борьба продолжается. И гол случается. Забитый гол. Но и Смирнов. Когда вы видели в последний раз голевой пас прямиком из аута. Далеко бросил мяч в район Вратарской. И Лацук здесь выиграл верховую борьбу. Высоко. Готовы демонстрировать свою фантазию. Вот этот вновь образованный кулак в центре поля. Но он не совсем оборонительный. Обороняться тоже нужно. И не забывать про свои ворота. Классная передача, разрезающая здесь. И сейчас офсайда нет. И можно атаковать. И выход один на один. Выход один на один. И спасение. Спасение Рослякова. Выручает и оставляет в этой игре. Росляков раз за разом свою команду. Появились разрывы. Разрыв достаточно существенный. Горбунов. И удар в ближний угол. Теперь уже от Егора Аскарова. По сути дела передача с центра поля шла на один на один. Для Росадина. Дали Даниилян. Потеря мяча подбор за Родиной. Сосницкий бьет издали. Опасно. Решился на удар. Центральный защитник. Ну и звучит финальный свисток. Ростов таким образом одерживает победу в очень напряженном и интересном матче. В первом тайме голов мы не увидели. Зато во втором тайме голы начались с самого начала. Захар Дятлов оформил дубль. Эти два гола разделил небольшое количество времени. Родина затем включилась благодаря голу Андрея Луцука.